КАВУН На полочке смотрим не перед носом, а выше и ниже. Там всегда дешевле. А просто зараз, зустречайте! Наша ведущая Надия Матвеева. Привет! Здравствуйте, мои дорогие! Я рада видеть вас у себя в гостях. Наши эксперты продолжают раскрывать секреты счастливой жизни. И сегодня у нас для вас очень много интересного. Мы обещаем, что все буде добре! Август, это арбузная пора. А я обожаю арбузы. И каждый раз сталкиваюсь с проблемой, как выбрать сладкий, красный, спелый внутри арбуз, если снаружи они все зеленые или полосатые. Правилами выбора арбузов с нами сегодня поделится наш эксперт, мой друг Андрей Бабаев. Здравствуй, Андрей! Здравствуй, Андрей! Ты, как всегда, вооружился, обошел все рынки и магазины и принес целую кучу арбузов. И научишь меня правильно их выбирать? Конечно! Ну, давай для начала проверим мои знания. Вот я слышала, что если у арбуза сухой хвостик, это значит, что он спелый. Но иногда, к сожалению, сталкивалось с тем, что хвостик сухой, а арбуз зеленоватый. Действительно, это не факт. Во время выращивания арбуза, чтобы хвостик якобы был сухой, его специально переворачивают и хвостик перегинают. Хвостик высох, а арбуз еще не доспел. А арбуз еще не доспел, да. Значит, это не показатель. А еще меня учили, что если арбуз девочка, ковунытя, как говорят, то он сладкий. А если мальчик ковун, то не очень. Ну, это тоже миф. Тогда вопрос, как на самом деле выбрать, чтобы не ошибиться, чтобы арбуз был сладким, сочным, вкусным? Самая большая задача – выбрать правильный арбуз. Это полезный арбуз, который содержит меньше всего нитратов. Сейчас мы с тобой определим нитратный арбуз. Это мы сделаем с помощью специального прибора под названием нитратомета. Вставляем арбуз. Что мы смотрим? Результат – 127 микрограмм на килограмм. Нитратов? Нитратов. А сколько должно быть? Предельно допустимая концентрация для арбуза – это 60. В два раза больше. Его брать нельзя? Его брать ни в коем случае нельзя. Но у меня нет такой машинки. Для этого я сейчас расскажу несколько экспресс-тестов, как определить арбуз на глаз. То есть нитратный он или ненитратный. Первое. Выбираем арбуз. Подходим, просим, чтобы нам вырезали сердцевину, треугольник. На что следует обратить внимание? Если цвет ближе к середине довольно-таки насыщенно красный или с легким фиолетовым оттенком, это свидетельствует о большом количестве нитратов в нем. То есть арбуз будет около корки светлее, а чем глубже, тем у него более насыщенный цвет. Есть волокна в арбузе, которые идут от центра к ожуре. Они должны быть белого цвета в нормальном арбузе. Если же они желтоватые, это уже свидетельствует тоже о наличии нитратов. Следующее. Мы купили арбуз. Красивый, хороший. Принесли его домой. И думаем, давать его детям или не давать. Делаем небольшой экспресс-тест. Отрезали кусочек арбуза, добавили в воду, размешали. Если вода просто помутнела, значит арбуз хороший, качественный. Если вода покрасилась в розовый цвет, значит арбуз был нитрат. А сколько нужно арбуза положить в воду, чтобы этот эксперимент провести? Столовую ложку. Из-за этого арбуза вода только помутнела и не покрасилась. Значит, это правильный арбуз без нитратов, да? Да. Нитраты в арбузе распределяются неравномерно. Ближе к корке и к плодоножке. Поэтому, если мы детям хотим все-таки давать арбуз, вырезаем самую середину и отдаем им самое вкусное, самое сладкое. И там меньше нитратов, да? Там меньше нитратов. И ни в коем случае пусть дети не выедают арбуз до белой корки. Это очень неполезно. Значит, получается, с нитратами мы разобрались. А есть ли советы по тому, как выбрать просто спелый, красный, вкусный арбуз? Конечно, есть. Самое главное, на что следует обратить внимание, когда мы выбираем, это на его цвет, на контраст полосок. Здесь мы увидим, что цвет неравномерный, арбуз очень бледный. Это сразу свидетельствует о его незрелости. То есть мы можем даже его не брать в руки, не бить, не трогать, не щупать. Он будет явно не спелый. Если окрас, как в этом варианте или в этом варианте, четко разделяется по цветам, одни цвета темнее, другие светлее, значит, этот арбуз уже спелый. На спелом арбузе хорошо видны его полосы. Следующий арбуз, если лежит в куче, его продавец не успел еще натереть. Если он сверху не яркий, а мутный, это тоже говорит о том, что он еще не дозрел и не спелый. А их можно натирать, чтобы они блестели и таким образом вводили у нас заблуждение? Конечно. Мы подходим к витрине, продавец уже тряпочкой, натер нам его, он блестит на солнце, очень красиво все. Но в итоге это может быть тоже фальсификат. Значит, нужно выбирать блестящий, ненатертый арбуз. Да. Следующее, на что следует обратить внимание, это пятно. Вот это как раз меня всегда интересовало. Откуда берутся вот эти пятна на арбузе? Это пятно соприкасается с землей. И чем дольше и в более холодное время рос наш плод, тем больше это пятно будет. Если оно более 10 сантиметров, более ладоней, значит этот арбуз не созревший, он рос не в правильных условиях. Он будет водянистый, не сладкий. Какие размеры пятна белого допустимы на хорошем арбузе? В среднем 5-10 сантиметров в диаметре. Следующее, на что следует обратить внимание, это на запах. Запах арбуза? Еще не разрезанного? Конечно. Мы можем немного царапнуть его и почувствовать запах. Если запах свежий и он явно выделяется, значит арбуз свежий. Так, сделала и теперь. Пахнет свежей коркой арбуза. Вроде бы это свежий. Ну, значит он свежий сорватый, да. А если он бы уже очень долго лежал, запаха бы такого не было явного. Значит, у нас яркие полоски, небольшое по размеру светлое пятно и свежий запах арбузной корки. Вот это признаки, по которым мы выберем свежий и спелый одновременно арбуз. Берем арбуз в руки и хлопаем. Звук должен быть звонкий. Здесь звука нет никакого. И что это значит? Ну, что он не спелый, внутри он будет очень водянистый, не сладкий. А вот этот вот? Сейчас попробуем. А этот вроде бы звенит. Этот звенит, да. Но может еще лучше звенеть. Давай попробуем найти спелый. Вроде как одинаково. Из этих вариантов, которые у нас здесь есть, этот вариант и этот вариант по звуку проходят как спелый качественный арбуз. Так давай же посмотрим, какой он внутри. Надрежем и убедимся, что мы сделали правильный выбор. Вот, значит, как ты мне рассказывал. Яркие полоски есть, пятно, ну не больше 10 сантиметров. Не так, как в этом варианте. Да, это хорошо. Запах. Запах достаточно свежий и звучит достаточно звонко. По всем признакам должен быть спелый арбуз. А ну-ка давай проверим. Ну, разрежем. Так, сейчас мы узнаем, насколько действенны советы Андрея. Нам нужен спелый красный арбуз. И у нас есть спелый красный сочный арбуз. И практически без нитратов, что тоже очень важно. Я беру. Я тоже. А по срезу можно определить количество нитратов в арбузе? Если арбуз имеет плотную структуру, не имеет сахаристых включений, значит он нитратный. Если все-таки мы видим сахаристые включения, это хороший качественный арбуз. Которым можно смело угощать наших детишек, правильно? Еще есть несколько советов по выбору. Где же все-таки лучше покупать? Ни в коем случае нельзя покупать возле трассы. Потому что все газы и токсины от проезжающих автомобилей, они накапливаются на поверхности продукта. И попадают внутрь? Конечно. А также очень важна сезонность продукта. Арбуз это продукт середины августа, начала осени. То есть если мы видим, что он появился уже в июне, в июле месяце, это говорит о том, что он был выращен с нарушением, скажем так, технологии. Туда добавили нитраты, он рос неправильно, быстро, и он будет водянистый и очень невкусный. Значит лучше покупать арбузы в августе, начале сентября. Да. Спасибо тебе, Андрей. Теперь я уверена, на наших с вами столах будут появляться только самые спелые, вкусные, сочные и полезные для здоровья арбузы. Оставайтесь у меня в гостях. Эктор обещал научить сегодня готовить что-то необычное и очень вкусное из арбузов. И все будет добре. Некоторые части женского тела особенно выдают возраст. Ну, например, внутренняя часть предплечья. Мне эта проблема тоже знакома. Казалось бы, мы таскаем тяжелые сумки и занимаемся, но все равно ручки здесь обвисают. Для того, чтобы бороться с этой проблемой, я пригласила Аниту Луценко. Она нам точно поможет. Аниточка, здравствуй. Привет, Инга. Я как раз так, раз, ага, у тебя все в порядке. У тебя тоже. В каком возрасте эта проблема начинается? Как правило, эта проблема после 30 возникает. Потому что кожа перестает быть упругой. Если человек не занимается спортом, то, как правило, мышцы начинают так немножечко дреблеть и ввисать. Но в любом возрасте можно это дело исправить. И мы сейчас это сделаем. Дело в том, что когда мы делаем что-то по дому, мы носим детей, мы поднимаем покупки, у нас очень активно работает бицепс, передняя часть руки. Но очень редко мы делаем что-то назад. А трицепс, это задняя часть руки, включается именно тогда, когда мы что-то выталкиваем, выбрасываем. Сколько раз за день ты делаешь что-то, что направлено назад? Скорее всего, нисколько. Нисколько. Так и большинство женщин. Мы практически не задействуем эту мышцу. Но для этого просто-напросто нужно уделить несколько минут в день именно этой мышце отдельно. Давай. Итак, первое, что мы сделаем, это возьмем наш небольшой атрибут, это бутылки. Это могут быть книги, это могут быть бутылки, какие-то овощи в руках, тяжелые, не тяжелые. Какой должен быть вес? Вес должен быть от одного до трех килограмм. Мы опустим руки вниз и начнем с того, что просто в общем укрепим мышцы рук. Выведем руки вперед, разведем в стороны и опустим вниз. Таким образом мы задействуем мышцы плеча. Ну вот посмотрите, какие мы с Анитой молодцы. Мы, наверное, уже недельную норму вот этого упражнения сделали. Не бывает много, не бывает. Вес очень легенький у нас, поэтому достаточно. Хорошо. И теперь, собственно, мы переходим к мышцам трицепса. Самое эффективное, самое полезное и самое простое упражнение, которое можно всегда и везде сделать, это упражнение обратное отжимание. Итак, выходим вперед, расправляем плечи, попу подвинули ближе к стулу. И опускаемся вниз, сгибаем локти и наверх поднимаемся, выдыхаем. Можно потратить всего секунд 30 на это упражнение и никогда больше не жаловаться на проблему обвисшей задней части руки. Но делать нужно каждый день. Делать можно через день. Через день по сколько раз? По 15 раз. Здесь как мы усложняем нагрузку? Первый вариант, самый легкий. Это мы делаем с согнутыми коленками. Второй вариант мы делаем с ровными ногами. И третий вариант, мы не просто опускаемся чуть-чуть, а мы опускаемся, касаемся пола. Садимся. И поднимаемся наверх. Опускаемся, касаемся пола. И выдыхая, поднимаемся наверх. У меня сейчас оторвутся руки. Обязательно нужно подбирать тот вариант нагрузки, который адекватно подходит именно вам. Последние три раза любого упражнения должны быть действительно тяжелыми. Но сейчас такое впечатление, что здесь вот так рука в три раза увеличилась и сейчас куда-то улетит. Не бойтесь, если руки немножечко отекают, немножечко увеличиваются в размере. Это временное явление, потом это сойдет. Просто приливает кровь, руки даже можете заметить, что становятся немножко красненькие. Да. Слушай, тут мне еще не очень понравилось, что когда низко опускаешься, вроде бы вот здесь вот суставы болят. Может, я неправильно делаю? Если болят суставы, то это значит просто подвижность вашего сустава еще не до конца разработана. Вы работаете не в полную амплитуду. Поэтому каждый раз по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть нужно опускаться ниже. Но когда делаешь первый раз, болевых ощущений быть не должно, да? Мышцы болеть должны. Но вот чего-то такого, что ты можешь указать пальцами, сказать, болит вот здесь, ни в коем случае не должно быть. А если такая боль все-таки появляется, то что это может означать? Это может означать, что амплитуда слишком большая, и вам просто не нужно делать настолько глубоко упражнения. Со временем эта боль пройдет, укрепятся мышцы, растянутся связки и станет делать легче. Анит, от твоих упражнений я уже взмокла вся. Надюш, это отлично, потому что если ты не вспотела, значит ты что-то делаешь неправильно. Обязательно во время тренировки вы должны становиться мокрыми и чувствовать, что вам действительно жарко. Для следующего упражнения мы опускаемся вниз. Это отличное сложное упражнение. Такие я люблю больше всего, но они дают самый большой результат. Отставляем руку немножечко подальше от себя, другую руку ставим за голову, спину держим ровную, и мы будем опускаться с тобой вниз на локоть, отставить немножко подальше, да, и подниматься снова наверх. Здесь мы задействуем как раз-таки вот эту мышцу трицепс, заднюю часть руки. Упражнение не сложное сначала, но примерно после десятого раза начинает ощущаться нагрузка. Ну вот сложно даже когда опускаешься. И чем больше делаешь, тем действительно больше понимаешь, что у нас есть трицепс. Действительно, когда мы опускаемся, тоже идет очень хорошая работа, поэтому не нужно падать вниз, а наверх подниматься. Нужно в течение всего упражнения хорошо чувствовать мышцы. Здесь мы делаем тоже 15 раз. 15 повторений на одну сторону и 15 на другую. Мне кажется, что мужчинам тоже на пользу пойдет это упражнение. Я себе слабо представляю мужчину, который лежит на бочку с отставленным бедром, с рукой за головой в позе русалки и делает это упражнение. А что же мужчины делают для трицепс? Будет хорошо, если обычные отжимания, вот такие вот, да, наши самые-самые обычные, мы заменим на отжимания, когда у нас руки стоят узко. Давай мы с тобой пробуем сделать с колен, для мужчин обязательно с носков. Опускаем плечи, и когда у нас руки идут вдоль туловища, а не в стороны, тогда мы задействуем мышцы трицепса. Эти упражнения более сложные. Надь, у тебя на удивление получается очень хорошо. Если наши телезрители попробуют сейчас это сделать, то они убедятся, что это намного сложнее, чем обычные отжимания, когда руки в стороны. И еще одно упражнение. Мы меняем немножечко положение. Нижней рукой обхватываем себя, обнимаем. Другая рука стоит впереди. Мы толкаемся верхней рукой, поднимаемся и опускаемся. Слушайте, ну здесь еще и мышцы боковые вот эти напрягаются. Да, да, всегда я подстраиваю упражнение так, чтобы хотели накачать руки, а накачали еще и пресс. Спасибо тебе за это. Вытрямляемся сверху стоп. Ой, как тяжело, слушайте. Да. Но зато трицепс появляется. Причем, Анит, эффект не только в руках, но такое впечатление, что я полностью тренировалась. Да, как всегда, упражнения, которые вы делаете дома, задействуют все мышцы. И эффект в два раза больше. Скажи, пожалуйста, через какое время, если мы будем делать эти волшебных пять упражнений для трицепса, будет заметен эффект? Чем меньше вы тренировались до этого момента, тем быстрее появится эффект. То есть, если ты никогда вообще ничего не делала, и тут вдруг взяла я в течение недели раз за три хотя бы сделала эти пять упражнений, то эффект в конце недели уже будет очевиден. И крепатура будет. Мне даже вот так вот, смотри. Даже тяжело руку поднять. Но я вас, девчонки, не пугаю. Я, наоборот, призываю вас обязательно делать эти упражнения, чтобы почувствовать, что у нас есть трицепс, и еще не все потеряно. Спасибо тебе, Аниточка. Полные руки делают фигуру женщины заметно объемнее, поэтому очень важно тренировать трицепс. И теперь, благодаря упражнениям от Аниты Луценко, мы знаем, как делать это быстро, эффективно, а главное, с постоянством. Действуйте и прислушайтесь к советам нашего персонального тренера Игоря Абуховского. Здравствуйте! Сегодня четверг, впереди выходные. И я уверен, вы отлично проведете время. Тем более, сейчас лето, многие из вас в отпуске, так что есть возможность отправиться на природу или просто посидеть с друзьями в кафе. Но такие посиделки, как правило, не обходятся без алкоголя. Вы думаете, алкоголь и лишний вес никак не связаны? Вы ошибаетесь. Алкоголь – это жидкие калории. Многие даже не догадываются, что в 100 граммах алкоголя содержится столько же калорий, сколько в одном гамбургере. И вы наверняка замечали, что 100 грамм за вечер – далеко не предел. Поэтому употребление алкоголя является одной из причин лишнего веса. Сейчас объясню, почему. Во-первых, алкоголь усваивается организмом очень быстро. В этом плане он похож на сахар. На переваривание 100 граммов слабоалкогольных напитков организм тратит всего 30 калорий, а все остальное превращается в жир. Во-вторых, алкоголь замедляет процесс сжигания жиров, но при этом повышает аппетит. И в результате вы съедаете в два раза больше, чем собирались. Но если вам предстоит какое-то торжество и без алкоголя не обойтись, то обязательно считайте калории. Например, в 100 граммах сухого белого вина меньше всего калорий, а именно 65. Запомните, чем выше градус алкоголя, тем выше его калорийность. Например, водка или виски – очень калорийные напитки. В пиве калорий меньше, но и пьют его гораздо больше. В одном литре пива содержится 500 калорий, что приравнивается 200 граммам крепкого алкоголя. Ну вот и разобрались. Желаю вам хороших выходных и считаю своим тренерским долгом напомнить об упражнениях. Поэтому давайте сейчас к ним и перейдем. Сегодня четверг, и я показываю завершающий комплекс для красивых бедер. Эти упражнения можно выполнять дома, и результат ничем не будет отличаться от занятий в спортзале. Готовы начать? Тогда на старт! Первое упражнение – наклоны на одной ноге. Его сложность заключается в том, что во время выполнения нужно сохранять баланс. Опорная нога слегка присогнута, спина максимально ровная. Сделайте вдох, опуститесь вниз, и на выдохе вернитесь в исходное положение. Для того, чтобы легче сохранять баланс, найдите перед собой точку, на которую вы будете все время смотреть. И самое главное – во время наклона колено должно быть слегка присогнутой, а спина максимально ровной. Сделайте это упражнение три подхода по 20 раз, и поменяйте ногу. С первого раза у вас может не получиться, поэтому вы можете использовать стену или стул для того, чтобы сохранять баланс. И следующее упражнение – это прыжки. Сегодня это будут самые тяжелые прыжки – из стороны в сторону. Но я уверен, что вы уже к ним готовы. Во время выполнения этих прыжков старайтесь амортизировать и пружинить, сгибая ноги в коленях. Таким образом вы точно не навредите своим суставам, но при этом включите максимальное число мышц и уберете лишний жир с бедер. На этой неделе мы работали над красивыми и подтянутыми бедрами. Я уверен, что после моих упражнений ваши бедра навсегда исчезнут из списка проблемных зон и станут вашим достоинством. Я жду от вас результатов с фотографиями на нашем сайте. И с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы. До понедельника! Сезон арбузов благополучно начался. И арбузы посыпались на нас со всех сторон. Только успевай есть. А на моей кухне мы успеваем еще и готовить что-то очень интересное из наших любимых арбузиков. Сегодня Эктор у меня в гостях, значит, будет вкусно. Здравствуй, дорогая. Любишь ты арбузы? О, я без них жити не могу. Бо в Латинской Америце кавуни въедят море. А минулого літа я був в Херсоні. И там я натрапив на такие кавуни. Мені доси слинки течут. Тому я хочу точно сказать, кавуни в Херсоні навіть смачніші, ніж в далекій Латинской Америце. Вони дуже солодкі та соковиті. Наши херсонские арбузы самые лучшие, так говорит Эктор. Ура! Что мы приготовим? Сегодня мы научимся кавун пити. Зготуемо с него смузи. Смузи? А еще. Да. Зготуемо с кавуна неповеренно. Суп. Я надеюсь, это будет холодный суп? Только холодный. И только диетический. Но начнем с смузи. Его в целом считают идеальной диетической стравой. И этот напей даже полезнее за фрукты. Адже он складывается из подробненных ингредиентов, а они засвоиваются организмом набагато лучше. И чтобы вы знали, смузи – это полноценная замена шоколаду и вселяких торт. Знаешь, в период рамадана мусульманам заборонено есть доти, пока не зайдет солнце. И есть только один продукт, который им позволено – кавунный смузи. Когда я живу на мальдивских островах, а это мусульманская страна, у них были литры и литры этого напоя. Потому что он и втамовывал спрагу, и давал энергию, когда они целый день ничего не ели. То есть, девочки, если вам вообще ничего нельзя, но на такой вы диете, то арбузный смузи вы можете пить с удовольствием целый день. Будет только на пользу. Отправляем арбуз в блендер, да? Так. Мы берем десь четыре склянки порезанного кавуна. Это приблизно 800 грамм. Добавляем лимонный сик, десь тут столовая ложка. Вина десь нашему смузи. Водрости. Так, и свежего присмаку. А еще? Жидкий мед нужно брать. Так, мед. Десь столовая ложка. Арбузная мякоть, лимонный сок, столовая ложка меда. Все в блендер и начинаем размельчать. Кавун додаем в блендер поступово. У нас же лето, куда квапитись? У нас сиеста. Кидаем кубики льоду. Ну что ж, залишилося тільки це смузи скоштувати. На вид загляденье, а на вкус я сейчас попробую. Ой, красивый, нежный розовый цвет. Бачиш, у нас у склянці 300 миллилитрів нежности. А зараз мы тієї нежности додамо ще більше. Сюрприз. И сразу понятно, что внутри этого бокала арбузный смузи. Ой, красиво. Вот так. Когда мы взбиваем арбузный смузи, у нас должна обязательно получиться такая великолепная пенка? Так, обязательно. Ця пенка характерна для всех смузи. Найбільший секрет смузи... И Ектор потерял дар речи. Его смак не має бути надто важким, інтенсивным, а тим більше надто солодким. Ты чувствуешь, пробивается свежесть лимона, легкий оттенок меду, и все. И если вы переборщите с лимоном или медом, освежающий смак смузи зникнет. Очень простые ингредиенты, а в итоге получается настоящее арбузное волшебство. Приготовьте и попробуйте. Это очень просто. И очень вкусно. Зачекай, это еще не все. Еще что-то будет? Сейчас мы сготуем. Уяви себе, суп из кавуна. Тут у нас шесть склянок подрібненного кавуна. Это примерно один килограмм. И перец халапеньо. Перец халапеньо. Это разновидность перца чили. Но он не такой острый. О. Острый? А ну понюхай. Так я попробую? Збожеволила. Він дуже гострый. А у перца чили взагалі 50 разновидів. Чили халапеньо, чили пахаріто означает пташечка. Він найменший і найгостріший. Чили червоний, чили солодкий, чили ачоте, сніжний чили, гірский чили. И еще 43 разновиды, с которыми готуют в Латинской Америце. А мы сготуемо саме с перцем халапеньо. У нас еще есть мята. Твоя завдание – прибрати эту твердую частинку, стебельце мята. Но не у всей мяты. Достаточно будет где-то столовая ложка. Хорошо. Естественно, сейчас сезон свежих растений, поэтому мы берем свежую мяту. Ах, ароматно. А еще нам понадобится лимонный сик, мед, десь одна третя склянки, тембр, звичайно ж халапеньо и трешки белого вина. И всю эту суміш мы перетворим на смачный кавунный суп. А секрет в том, чем дольше цей суп стоит, тем вкуснее он стоит. Я вас застерегаю. Когда вы его сготуете, не ешьте суп сразу. Он вам может не понравиться. Нехай он постоит десь годинки четыре, чтобы насытиться всеми вкусами. И тогда вы от него не отдохнете. А еще я сховал от тебя один ингредиент – табаско. Арбуз с острым перцем? Я такого точно никогда не пробовала. Когда я был в Индии, и там пекло солнце, самое первое, что мне хотелось, это выпить чего-то очень холодного, с ледом, где много бульбашек. А в Индии весь час только гостри едят. Я все думал, ну, как они в такую спеку наминают гострые стравы? А я попробовал, и зрозумев, гострота освежает. Допомагает специю выйти из тела. Мне очень сложно представить этот парадокс. Ты ешь что-то холодное, а чувствуешь еще больше спеку. Получается, что когда начинается сезон арбузов, самое время есть острый арбузный суп. Ну что, начнем. Порезанный кавун кидаем в блендер. И сюда же додаем сухое белое вино. Арбузы, сухое белое вино. Збиваем, додаем ридкий мед. Также кидаем имбир. И на завершение м'ята. Шесть стаканов арбуза, два острых перца, бутылочку табаско, и я сгорю на работе. Знаешь, Эктор, у меня сложилось такое впечатление, что сперва ты готовил смузи, а потом туда чего-то добавил, и получился суп. Да нет, потому что здесь мы смешали абсолютно другие продукты. Значит, мне понравится. Эктор, это что-то. У меня язык отняло. Арбузный суп содержит массу ингредиентов, и этим отличается от смузи. Но он тоже холодный, и я уверена, что очень вкусный. Ой, как красиво мы будем его подавать. Вот удивляться домашние, когда из обычной супницы я налью необычный арбузный суп. Но, милая моя Надю, суп мы отправляем в холодильник. Отправим в холодильник, сейчас даже пробовать не будем. На четыре годины. Итак, мы вернулись. Помните наш арбузный суп, который обещает быть очень острым? Через четыре часа Эктор разрешает его достать из холодильника. Нарешті. Цей суп треба добре потримати в холодильнику. Тоді він насичується смаком. Хто вважає, що холодні супи – це просто змішані продукти, помиляється та ще й не вміє їх готувати. Наш суп с кавуна готовий, щоб його з'їли. Спочатку з куштой без соуса. Вдихне аромат. Який він цікавий. Да, ведь здесь же есть мята, которая наше украшение просто для этого супа. Острый перец. Так, острота в роті відчувається. Але водночас, в цьому супі багато свіжості. Це схоже на ефект м'яти. Щось я не бачу, щоб ти скуштувала. После того, как Эктор попробовал и остался жив, я тоже это сделаю. Думаю, что два перца в арбузном супе – это как раз то, что нужно. Раджу добре перемешати. На самом деле, это остре, но мне нравится. Давай табаско. Табаско – это очень острый соус, очень жгучий. И мы обычно, я знаю, что нужно одну каплю добавить. Мы в арбузный суп бухнули шесть капель. Слушай, я помню тот прекрасный момент, когда ты меня научил. Если очень жжет во рту кусочек сахара, и ты остаешься жива. А цукру щось ніде не видно. Давай, за здоров'я. Вот это действительно остренько. Для приготовления острого арбузного супа нам понадобится шесть стаканов арбуза, свежий сок лимона, мед, свежая мята, перец халапеньо, сухое белое вино, корень имбиря, соус табаско по вкусу. Соедините все ингредиенты в блендере и измельчите, пока смесь не станет однородной. Накройте и охлаждайте четыре часа в холодильнике. Подавать в холодных мисках с соусом табаско. Поверьте, сегодня на кухне вместе с Эктором и арбузом мы провели немало жгучих минут. Но я уверена, что вы запомнили рецепты и вслед за мной ринетесь в этот эксперимент. Было очень весело. А главное, вкусно по-арбузному. Салаты как хорошее настроение. Всегда хочется, чтобы их было побольше. Особенно летом, когда есть где развернуться. Особенно нам, женщинам. Потому что от салатов наши фигуры становятся стройнее. По крайней мере, на это я надеюсь сегодня, когда у меня в гостях Эктор. Это будет идеальный салат, от которого ваши фигуры станут только стройнее. У нас есть курика, йогурт, сыр, квасоль. Ну, как думаешь, сколько калорий тут нас собирается? Я думаю, где-то 150. 153 калории. Я ошиблась на 3 калории, девчонки, все пропало. Скоро я уже не буду приходить до тебя в гості, бо ты стаешь экспертом в кулінарных мистецтвах, в диетологии, в усьом. Первое, мы начинаем готовить филе. Его нужно так разрезать, чтобы оно начало открылось. Посолим. Добавляем третий перец. Одно куриное филе, как обычно, без жира, естественно, без шкурки. Так, без ничего зайвого. Только курячая грудинка. Я знаю, как вы ее любите. Поэтому не забывайте, сковородка должна быть разпечена. Лише так грудинка остается не просто вкусной, а и полезной для вас. Ты взял сковороду для гриля, да? А можно воспользоваться обычной? Без проблем. Берите любую сковородку. А сейчас, смотрите, я не хочу добавить много жира. Мы же готовим диетический салат. Поэтому я наливаю олію не на сковородку, а на руку. И просто смешиваю саме филе. И вы оставите спокойными. Зайвого жира в страве не будет. Отлично, это нам подходит. Теперь посолене та поперчене м'ясо має просто постоять, наче помаринуватися. Десь 5 минут. Переверемо. Зі сковородки вже йде жар. Хорошо разогрета сковорода сразу зашкварчала наша курочка. Еще мы маем огерок. Зверніть увагу, он почищеный от зернят. А также виноград, цебуля, м'ята и небольшое шпинато. Моя порада. Всегда вырезайте из шпинато центральную, толстейшую частинку. Пока ты мне помогаешь, я нарежу кубиками огерок. Но не маленькими. Потому что в салатах хочется почувствовать структуру продуктов. Потому что когда ты кушаешь салат, в котором все дрібно нарезано, ты ешь и думаешь, а что это такое? Что туда мешали? Уже час перегорнути филе. Совсем недолго она обжаривалась с одной стороны. Ой, красавица! Мені теж подобається, коли його поверхня стає такою привабливой. А виноград потрібно розрізати на опіл. Если ваші виноградинки меньше, то не разрезайте их, а кидайте в салат целыми. Можете взяти виноград з кисточками. Но кисточки обязательно выймите. А дальше с этим салатом можно экспериментовать. Вы можете просто ссыпать все ингредиенты в одну миску и смешать. А мы немного пофантазуем. Я беру чеснок и смешаю его с йогуртом. И не сомневайтесь, они прекрасно вкусят вместе. До речи, йогурт вашей фигуре не зашкодить. Он сниженый. И перчим. Это мы сготували соус для салата. Додамо трешки соли. И смешиваем. Соль, перец, чеснок и нежирный диетический йогурт. Это заправка для нашего низкокалорийного салата, который точно пойдет на пользу нашим фигурам. Думаю, шпинату уже достатньо. Змешиваем его с виноградом и огурками. Погляньте, какие кольори будут в нашего салата. А в эту зелень додамо квасолю. С ней будьте очень аккуратны, потому что квасоля уже сварена. И не можно, чтобы она развалилась. Еще додамо моей улюбленной зеленой цибульки. Десь столовую ложку. Столько жмяти и базилику. А теперь поможи мне. Будь ласка, нарежь лимон на тоненькие пластинки. Ось так. И зернятка обязательно нужно вынятить. Еще мы возьмем сир фета. А вы можете легко заменить его на бринзу. Козячий сир. Главное, чтобы этот сир был легко разломан. И так мы будем его подібнивать для салата. А теперь берем наш соус. И добавим в салат. Низкокалорийный йогурт, чеснок, соль и перец. Все это смешиваем. Но посмотрите, как. Подбираем салат внизу. И снова, как будто подгортаем. Это очень важно. И если вы будете смешивать его как-нибудь, то это деликатная зелень завьяна. А салат втратит свою свежесть и користь. Додаем заправку поступово. До речи, вы можете подать салат без заправки. И каждый покладет ее столько, сколько захочет. Ось, видите, салат влогий. Да. Соус обволакивает все ингредиенты этого салата. Вкусно. Попробовал и регулирует вкус. Так. Додаем еще трешки соли и перца. Наше филе уже готово. Вы можете подать его окремо, а можете замешать салатом. Но обязательно оно должно охолонеть. Очень важный момент. Пусть курочка остынет. Здесь надо потерпеть. И еще один вариант. Вы можете на тарелку покласти салат, а на него выкласти тепле филе. Тогда не нужно ждать, чтобы мясо охололо целиком. Сегодня мы так и сделаем. Ось, поглянь. Ну, что удивительного мы тут сделали? Ничего. Просто пять минут филе маринировалось с селью и перцем. Я это уже говорил и скажу вам еще раз. Не нужно выгадывать какие-то сложные вещи. Достатньо лишь правильно сготавливать продукт. И, поверьте, у вас будут выходить только шедерно. И это очень правильно, потому что сегодня мы готовим низкокалорийный салат из курочки с зеленью, который пойдет на пользу нашим и без того прекрасным фигурам. Да? Да. Шпинат, фасоль, виноград, огурцы, зелень. Здесь и лукок, и базилик, и мяту можно добавить. Это праздник вкусу. Летнего вкусу. Знаешь, мне эта заправка очень нравится, потому что зелень насыщается, но не стает такой, как от майонеза, не слипается в сутильный шар. А тут все рассыпчасти, свежее и легкое, как на вкус, так и для ваших фигур. Я тебе просто очень благодарна за то, что ты у меня на кухне соединяешь вкусы, которые я бы сама, наверное, не решилась соединить. Виноград и фасоль. Теперь выкладываем наше филе. В этом случае мы можем теплую курочку разместить на салат. А вот если мы хотим ее прямо в салат поместить, тогда нужно подождать, пока она остынет. Но мы еще не закончили. Додаем еще немного сыра фета. Видите, как я и говорил, подребенем пальцами. Вот почему сыр должен быть таким, что легко ломается. Закончимаем все ложечкой соуса. И каждый раз, когда я думаю, что это уже совершенное блюдо, Эктор делает еще один штрих. Звычайно, как же бы шматочка лимона. Знакомые вкусы сочетаются в этом салате так, что получается просто какой-то новый друг, с которым я хочу прожить долгие годы вместе. Спасибо тебе, Эктор, это очень вкусно. Чтобы приготовить низкокалорийный салат из курицы от Эктора, нужно взять куриное филе, консервированную фасоль, очищенный огурец, виноград без косточек, измельченный зеленый лук, измельченную мяту и базилик, обезжиренный йогурт, измельченный чеснок. Перемешать ингредиенты, выложить листья шпината и сыр фета. Подавать салат с дольками лимона. До этого момента я думала, что салат – это настоящая радость для женщины. А теперь я понимаю, такой низкокалорийный салат с курочкой, приготовленный по рецепту Эктора – это настоящее счастье для нас и наших фигур. Обязательно приготовьте. И оставайтесь у меня в гостях. Впереди еще очень много интересного. Красивый летний загар всегда в моде. Но мы-то с вами понимаем, что заботиться нужно не только о красоте, но и о здоровье, комфорте и безопасности для нашей кожи. Как совместить красоту загара и здоровье кожи, расскажет наш эксперт, моя подруга Олечка Сеймур. Встречайте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Для всех, кто хочет иметь красивый, ровный и, я бы сказала, долгоиграющий загар, нужно соблюдать несколько очень важных правил. И наверняка многие из вас об этих правилах слышали, но мы не пренебрегаем. Давай вспомним. Во-первых, никогда нельзя выходить на солнце с кожей неподготовленной, открытой. Безусловно, мы можем с вами купить солнцезащитное средство. Да. Но зачастую, ты знаешь, в последнее время очень много моих приятелей, знакомых, друзей говорит о том, что появляется очень сильная аллергия на солнце. К сожалению. Потому что, как правило, химические компоненты, особенно у деток, особенно у молодых женщин, появляются вот такие нехорошие красные пятна, аллергия. То есть вместо того, чтобы защищать нашу кожу, некоторые солнцезащитные средства наносят ей вред. Да. А если мы сделаем по твоему рецепту солнцезащитное средство, то это будет эффективно, да? То это будет не только эффективно, но полезно и приятно. Мы берем молотый кофе. Лучше всего не покупать уже готовый с молотой, а купить несколько зерен, просто помолоть. Чем более свежий кофе, тем лучше, да? Да, потому что нам очень важно, чтобы там оставались вот эти вещества, которые летучие, которые дают аромат кофе, да? Ты взяла какой-то особый сорт или любой в зернах подойдет? Можно подойдет арабика, любой в зернах, который вам нравится. Но когда вы покупаете зерна, понюхайте, потому что этот аромат кофе будет у вас на коже. И он, конечно, вам должен подходить и нравиться, потому что кофе бывает и горький, кофе бывает и сладковатым вкусом, и с горчинкой. А может быть, вы составите аромакомпозицию, возьмете несколько сортов кофе. Насколько важно мелко его помолоть? Это очень важно, потому что чем мельче вы помолите, тем больше кофе отдаст тех необходимых свойств, аромата нашему маслу. Теперь нам необходимо ореховое масло, миндальное масло, масло арахиса, масло бразильского ореха, то есть масло лещины. Вот все орехи, ореховые масла, годятся просто великолепно, ты можешь не задумываться, и более того, ты можешь их просто смешать и сделать такой микс. И, дорогая, не забывай, что ореховые масла достаточно дорогие. Можно, например, взять миндальное масло, оно достаточно недорогое, в районе 18-20 гривен, этого будет вполне достаточно. Если же все-таки нам дороговато, мы можем взять, опять же-таки, оливковое масло, холодного отжима, и просто смешать с ореховым маслом. Но лучше все-таки брать ореховые масла. На 50 грамм кофе мы добавляем 100 грамм масла, перемешиваем. Вот таким образом. И что мы с вами делаем? Мы с вами эту массу, вот это наше масло, берем и обязательно переливаем в бутылочку из темного стекла и оставляем в покое, в темном, прохладном месте. И два раза в день готовите завтрак. Достали свою бутылочку и хорошо встряхнули. Да, чтобы... И готовите завтрак. Пришли, вспомнили, что скоро у вас отпуск и надо приготовить масло. Опять, хорошо встряхнули. Итак, 7-14 дней. Чем дольше масло постоит, тем больше будет этот аромат и тем более масло будет действенно. Скажи, пожалуйста, это средство можно хранить в холодильнике? Лучше их все-таки ставить в прохладное место не в холодильник, но в какой-то шкафчик, потому что зачастую холод странным образом может влиять. А вот комнатная температура, темное место, самое оно. Прошло две недели. Вы берете ситечко, кладете туда, например, слой, два марлечки. И вам надо ваше масло просто процедить таким образом, чтобы вся гуща с кофе у вас осталась в марлечке или в салфеточке. А чистое масло, оно приобретет такой немножко зеленовато-коричневатый оттенок. И загар будет по-настоящему волшебным, красивым и чуть-чуть кофейным даже. И чуть-чуть кофейным. Вот этим средством пользоваться уже прям во время загара, да? Да, да, во время загара. Не забывайте, что для того, чтобы любое средство для безопасного загара начало работать, ему необходимо время. А это не меньше 10 минут. Вы разделись, только начинаете наносить масло, вроде бы намазались. Но через 10-15 минут плечи красные, грудь красная и нос вообще совершенно безобразный. Не успела начать действовать? Да. Ты знаешь, Надюш, сгореть можно даже самым сильным солнцезащитным кремом и самым дорогим. Если мы не будем следовать правилам безопасности. Если вы покупались, необходимо выйти из воды и обязательно принять душ обычной пресной водой. Почему? Потому что кристаллики соли работают как зеркала, как увеличительное стекло. Если вы не смоете соль, вы можете сгореть и сгореть очень здорово. Домашние солнцезащитные средства не панацея, но они очень помогают, если мы помним о правилах безопасности во время загара. А мы, конечно, о них помним. И еще вам на заметку я хочу сказать, что есть несколько аромамасел, которые вы можете добавлять как в наше первое средство, так и в наш лосьон для загара. По 5-7 капель каждого масла, которые обладают также очень мощным солнцезащитным фактором. Это масло ромашки, масло герани, масло розы. И иногда помогает смесь масла жасмина и зародыша пшеницы. А можно ли использовать одновременно это средство и это? То есть защитное и защитное для загара? Конечно. То есть перед загаром, перед тем, как вы идете на пляж, вы можете использовать оливковое масло с лимончиком, промокнуть хорошо. А в течение того, как вы находитесь на солнце, в течение вашего дня, проведенного на берегу моря или речки, вы можете использовать бронзер для загара. Слушай, ну у меня вообще такое впечатление, что я все время буду в масле ходить. Дело в том, что оливковое и ореховое масло достаточно легкие. Тем более прокаленное, продезинфицированное оливковое масло, оно становится несколько легче. Не надо масло прям наливать сильно в руку. Дело в том, что когда вы покупаете масло для загара, вы обратили внимание, вы его наливаете, наносите, и очень часто даже бывает покалывание. Там есть достаточно большое содержание спирта и спиртосвязующих химических элементов, которые, то есть вам кажется, что вы налили прямо на ладонь, а в результате вам хватило на пол руки. Так вот, когда вы делаете масло собственноручного изготовления, помните, что вам нужно, ну вот масло на ладошку хватит для того, чтобы нанести на все тело среднеупитанной красоты девушке. Олечка, на лицо эти средства можно наносить? Да, конечно, безусловно. Только следите, чтобы не было масла слишком много. Если подождите 10 минут, и то масло, которое не впиталось, просто промокните бумажной салфеточкой. Таким образом, вы уберете излишние масла. Есть еще один момент. Когда вы используете масла в домашней косметике, очень важно умыться с водой, с минеральной водичкой, использовать лед, приготовленный для того, чтобы масла, убрать излишнее от кожи и дать нашей коже просто отдохнуть и подышать. Вроде бы уже мы все знаем, как защититься от палящих солнечных лучей. Но как же бывает? Сразу дорвешься и все-таки сгоришь. Что же делать, если это произошло, и мы обгорели на солнце? Во-первых, конечно, мы все знаем наш бабушкин рецепт кефир и сметана на плечи. И это как-то спасает. И с холодильничка доставим. Действительно, это очень действенный, действительно, работает рецепт. Но, если вы вдруг действительно сгорели, и действительно кожа красная, ни в коем случае нельзя использовать вазелин, жирные крема, крема химические, которые из тюбика вы покупаете, какой-то жирный крем питательный. Нельзя использовать даже масла, и даже если они вот такие чудесные, которые мы готовили. Почему? Температура кожи значительно увеличивается, кожа воспалена, кожа теряет защитный слой. И любая бактерия, любой микроб под масляной основой будет очень-очень быстро размножаться. И поэтому мы можем получить и аллергию, и можем получить неприятные высыпания. Нам это ни к чему, правда же? Лучшее средство это кефир, сметана, можно прохладным йогуртом, просто положить густо. Но, вы обращали внимание, что когда накладываешь на плечи, на спину, на руки, на нос, сметана от действия вашего жара просто начинает капать, стекать, ее надо все накладывать, накладывать. А запах? Но, у меня есть секрет, который проделывала со мной моя бабушка. Вам необходимо отварить картошку в мундире. Да? Самую обычную картофелевую мундире. Вот такой большой картофель, но вам хватит на то, чтобы спасти свое лицо и плечи, и декольте. Отвар, который останется от картошки, вы тоже можете не выливать. Дайте ему остудить, и кожу можно просто тампончиком протирать. Она тоже поможет снять вот эту аллергию воспаления. Второй момент. Вы берете картошку и вот таким образом ее давите вилкой. Вместо того, чтобы съесть. Да, вместо того, чтобы съесть. Если у вас картошечка суховата, вы можете подливать немножко водички. Собственно говоря, так, как мы делаем пюре. Правда? Потом мы возьмем сметанку. Можно взять в равных количествах, но не больше. Все-таки картошки должно быть немножечко чуть-чуть больше, чем сметаны. Можно взять либо кефир, либо прохладное молочко. И вы делаете вот такое пюре. Да, теперь уже точно пюре. Да. Но из холодной картошки, сваренной в мундирах. Вот все-таки разница какая-то есть. Да, обязательно. Ставим это пюре в холодильник. Да. Еще немножечко даем остыть. И потихонечку, вот даже смотри, у нас не в холодильнике было, а попробуй вот. Она прохладненькая. Картофельный крахмал поможет сметанке сохраняться как можно дольше прохладной. И не будет стекать, смотрите. Да. Видите? То есть вы можете час, два, сорок минут ходить в такой вот картофельной маске. В отличие вот от этого намазывания обычной сметаной, чтобы успокоить обгоревшую кожу. Такая маска поможет очень быстро убрать покраснение и также болевые, всевозможные неприятные моменты, которые связаны с тем, что вы сгорели. Спасибо тебе, дорогая. Но мы разобрались и с тем, как уберечь нашу кожу, и с тем, как бороться с последствиями обгорания. Масло-бальзам бронза для красивого, бронзового, золотистого и безопасного загара. Возьмите смесь из любых ореховых масел. Но в крайнем случае добавьте немножечко оливкового масла холодного отжима. 100 грамм масла на 50 грамм молотого кофе в зернах. Заливаем это, закрываем в темную банку или посуду и выдерживаем от недели до двух, каждый день, несколько раз в день энергично встряхивая. После этого мы процеживаем и фильтруем масло. И оставшимся полученным легким маслом мы можем смазывать свою кожу в течение всего пребывания на солнце, для того, чтобы наш загар был красивый и золотистый. И, наконец, если мы сгорели, возьмите, отварите картофель в мундирках и сделайте пюре из холодной сметаны, кефира, молочка. Поставьте его в холодильник и нанесите потом на вашу горячую обгоревшую кожу. Подержите 40 минут, час, два. На следующий день от вашей кожи уйдет все покраснение и ваш загар будет красивый, ровный, а главное, не будет болеть. А если у нас уже есть прекрасный загар, который мы хотим сохранить подольше, какое средство ты посоветуешь? Купите масло моркови, оно тоже стоит совсем недорого и продается в аптеках, или масло персиковых косточек. И просто вечером, когда вы идете спать, тоненьким слоем нанесите на вашу кожу. Таким образом, ваш загар сохранится очень долго и ваша кожа будет очень красивой. Спасибо тебе, дорогая, за прекрасные действенные советы. И еще один маленький совет. Для красивого ровного загара перед солнечными ваннами полезно выпить полстакана свежевыжатого морковного сока или съесть пару помидоров. Кстати, в морковный сок лучше добавить немного сливок. После этого будьте уверены, прислушиваясь к нашим советам, вы точно будете красивыми, загорелыми и здоровыми. И все будет добре. Моя подружка, когда приходит в гости ко мне в джинсах, постоянно натягивает кофточку, потому что стесняется так называемого спасательного круга. Но знаете, этого жира по бокам. Моя сегодняшняя гостья тоже с этой проблемой знакома не понаслышке, и поэтому мы с моим другом, нашим экспертом, стилистом Ромой Медным, решили ей помочь. Рома, здравствуй. Здравствуй, Наденька. А вот Виктория, которая согласилась сегодня быть нашей моделью. Вика, как давно тебе знакома эта проблема? Спасательный круг на животике. С этой проблемой я познакомилась более 10 лет назад, к сожалению. Я пришла к вам за советом. Какую одежду мне лучше носить, чтобы не выглядеть смешно? А выглядеть привлекательно, красиво, элегантно. Какая достойная задача, да? Ром, я уверена, ты сможешь помочь. Для начала нужно разобраться, какая одежда однозначно не подходит такому, назовем это, тип фигуры. Многие девушки пытаются выбирать обтягивающую одежду, надеясь, что чересчур обтягивающая одежда как бы вожмет это все вовнутрь, и складки, и нависания не будут заметны. Это первая ошибка, которую они допускают. Ни в коем случае не носим обтягивающий трикотаж. И говоря о Виктории, вторая ошибка, которую часто допускают девушки с таким типом фигур, это джинсы с заниженной талией. Заниженная талия, а плотно сидящие джинсы только подчеркивают вот это выпячивание. Третья проблема, с которой сталкиваются девушки с таким типом фигуры, это горизонтальная полоса. Есть общее мнение, что циклические рисунки, клетка, полоса каким-то образом скрывают объем. Да, это работает, но не в случае с нависающим кругом. Горизонтальная полоса – еще одно табу для спасательного круга. Некоторые девушки пытаются скрыть жирок на животике и бедрах при помощи безразмерной одежды. От этого силуэт становится больше, шире. То расширение, которое вы имели только в одном месте, автоматически проецируется на весь силуэт, и вы просто становитесь огромным. Еще одно табу – это огромная безразмерная одежда. Все поняли, каких ошибок нельзя допускать? Молодцы! Я тоже кое-что взяла на заметку. А что же можно носить женщинам с таким типом фигуры? Первое, на что мы должны обращать внимание, это посадка джинс. Она должна быть высокая. Вот здесь, вы видите, это больше 20 сантиметров. Насколько высокая, если вот так? Выше пупка должна быть. Выше пупка? Выше пупка. Тогда весь вот этот вот проблемный жир, вся эта проблемная зона окажется утянута джинсами. Джинсы – это плотная ткань, и в целом брюки из плотных тканей – ваши лучшие помощники. Они визуально не уменьшают, они просто формуют, они убирают вот этот контраст, убирают все нависания. Вы не станете визуально меньше, но при этом вы будете выглядеть намного аккуратнее. Отличная подсказка, по-моему. Кстати, другой способ, если вы хотите носить какие-либо юбки, либо брюки с заниженной талией, утягивайте жир при помощи утягивающего белья. Оно встречается сейчас во всех магазинах нижнего белья, и если еще 5-7 лет назад оно стоило больших денег, сейчас появилось огромное количество марок, которые по демократичным ценам выпускают такие изделия. На что нужно обращать внимание? Во-первых, высота – это тоже выше пупка, чтобы полностью перекрыть всю эту проблемную зону, потому что если вы чуть-чуть не дотянете, у вас получится тот же спасательный круг, только выше. А зачем нам это нужно? И другой момент, на который следует обращать внимание – это длина. В том случае, если у вас присутствует целлюлит на бедрах, это утягивающее белье образует вам не нависание, а выпирание, собственно, снизу. Поэтому, если у вас присутствует целлюлит на бедрах, выбирайте более длинные варианты. Вот где-нибудь да вылезет все равно, да? Ну ничего, мы справимся, справимся. Если вам с бедрами повезло, и у вас типичный для женщин случай вот этого спасательного круга, возникшего после беременности, после родов, и есть необходимость утянуть только живот, вам в помощь окажется вот такой вот купальник. Бедра он не утягивает, крайне важно, чтобы его линия не образовывала, опять же, выпирание вот здесь вот снизу. И всегда вот это утягивающее белье обязательно меряйте перед покупкой, потому что это как вторая кожа, она должна сидеть на вас идеально. Нигде никаких сборок, никаких складок, никаких провисаний быть не должно. Но не ожидайте чуда, потому что это все-таки не жесткий корсет, который может визуально убрать 3-4 размера. Чем больше размеров вы убираете, тем некомфортнее вам в этом будет. Выбираем утягивающее белье, в котором вам комфортно, которое просто придает правильную форму. Ну то есть в спортзал все равно идти придется. К этому мы готовы. Ром, если утягивающее белье подобрано правильно, то уже можно всю одежду дальше носить? Да, уже можно носить практически всю одежду. Но нужно учитывать тот факт, что крайне редко у нас спасательный круг возникает сам по себе. Обычно это и руки, обычно это и бедра. То есть это полный комплекс услуг, так сказать. Поэтому чему нужно отдать предпочтение? Во-первых, это пеструшечки, мои любимые. Мы 150 раз уже говорили, и еще раз повторим. Холодные оттенки, пестрые раскраски визуально скрадывают объем. Поэтому, если у вас присутствует жир и на плечах, и, как правило, немаленькая грудь, соответственно, вам вот такого типа пестрые кофточки, даже полупрозрачные, и здесь пододета непрозрачная майка, в случае, если на вас есть утягивающее белье, они подойдут. Если у вас более теплый цветотип, соответственно, вы можете использовать более теплые варианты. Но, опять же, обращайте внимание на то, чтобы утягивающее, корректирующее белье не просвечивалось под одеждой. Это важный момент. Многие девушки надевают утягивающее, корректирующее белье под какие-то легкие шифоновые платья, и вот этот вот купальник виден. И, в принципе, если правильно подобрано утягивающее белье, непрозрачную одежду, практически все можно носить, учитывая другие особенности фигуры. Вика так активно кивала головой и соглашалась, что, мне кажется, ты готова на любые самые смелые эксперименты. Да, я готова. Тебе понравились советы, Рома? Конечно. Хочешь что-нибудь померить? Обязательно. Ромочка, у тебя конкретно для Виктории есть какие-нибудь хорошенькие варианты? Конечно, у меня всегда есть хорошенький вариант. Как исчезнет нависающий жирок и как здорово будет выглядеть Виктория, вы узнаете совсем скоро. Оставайтесь у меня в гостях. Сегодня мы будем делать сумку из джинсов, которая подойдет как женщинам, так и мужчинам. Кстати, ее легко можно будет превратить в рюкзак для ребенка. У меня в гостях наш эксперт с золотыми руками Ольга Волкова. Олечка, здравствуй. Ну что, хочу много сумок, разных и необычных. Сегодня наша тема будет посвящена очень неординарным, необычным сумкам из таких материалов, из которых вы бы даже не могли представить, что можно что-либо сделать. И эти сумки мы научимся делать сами. Да. Давай. Первая сумка у нас будет сделана из наших старых джинсов. Любые старые джинсы можно использовать для того, чтобы сделать сумку. Вы в такое верите? Я пока не очень. Для этого нам необходима задняя часть наших джинсов, там, где есть кармашек. Секундочку. Даже если быть точным, нам необходима только одна штанина и одна задняя часть. Значит, из одних джинсов при желании мы можем сделать сразу две маленькие дорожные удобные сумочки, да? Верно. Либо мы можем сделать одну себе и одну подружке подарить. Оптимальный размер для маленькой дамской сумочки – это та сумочка, в которую может поместиться полностью наша ладошка. Вот где-то вот таким образом. То есть мы смело туда у нас поместятся какие-то документы, какие-то небольшие наши личные дамские вещи. Это ты уже сделала выкройку сумочки, да? Да. Это приблизительная выкройка. Мы делаем ее из бумаги. Небольшой сразу расскажу секрет. Для того, чтобы одинаковые стороны получались, мы бумажку сворачиваем, вырезаем по половинке. И когда разворачиваем, у нас две части получаются одинаковые. И сумочка будет симметричная, как мы и хотим. Затем что мы делаем? Мы берем наши джинсы, прислоняем к ним нашу выкройку и обводим мелком. Пока все понятно. Да. Присматриваемся так, чтобы наш кармашек был достаточно ровно лежал. Карман джинсов – это уже будет часть нашей сумочки? Да. Это центровая часть нашей сумочки, куда мы также можем сложить, например, какую-то мелочь. Ну, мобильный телефон мы туда не положим точно, потому что это будет прямой призыв наших жуликов. Скажи, а вот этот вот толстый шов тебе не помешает? Нет, толстый шов не помешает. Он как раз и будет разграничивать верхнюю часть нашей сумки. Он будет как декоративным таким элементом. Дальше нам необходима еще одну такую часть, которая будет второй половинкой сумки. Ее мы обводим чуть ниже. Также нам понадобится для этого молния. Молния приблизительно 15-20 сантиметров. Она у нас будет размещена вот на верхней части нашей сумочки. Затем нам необходим боковая часть. Также мы ее вырезаем из нашей штанины. А какой длины должна быть боковая часть? Чтобы не делать дополнительную выкройку, мы сантиметром аккуратно проводим вокруг нашей сумочки, нашего макета сумки, чтобы посчитать, сколько сантиметров у нас будет эта лента. И мы определили длину боковой части сумочки, да? Верно, да. У нас она 52 сантиметра. Прямоугольник длиной 52 сантиметра и шириной 5 сантиметров. Верно. Это боковая часть нашей сумки. Да. И также нам необходимы две полосы, которые у нас по длине нашей молнии и шириной порядка 2,5 сантиметров. Это для того, чтобы нашу молнию можно было прикрепить к нашей сумочке. Олечка, а лучше взять металлическую или пластмассовую молнию для сумочки? Лучше взять металлическую, конечно, молнию. Она у нас более будет надежная, больше нам прослужит. Однако на данный момент у нас есть пластиковые молнии, которые достаточно качественные и которые тоже можно использовать. И также еще расскажу вам маленький секретик. Наши шлеечки, которые у нас используются в джинсах для пояса, мы тоже отрезаем. Они нам пригодятся? Да. Они пригодятся в нашей сумочке. Они будут у нас держать нашу ручку для сумки. Все в дело? Да. Здесь надо как-то аккуратно, наверное, отрезать. Мы отрезаем, оставляя в джинсах небольшие дырки. Но это уже не страшно. Мы же из джинсов сумку делаем. Нам не страшны джинсы, нам главное, чтобы на нашей маленькой этой полосочке не получилось на ней дырочек. И мы также вырезаем наши два кармашка. Две детали сумки, которые у нас симметричные, одинаковые, которые мы между собой будем сшивать. Теперь у нас остается делать техники. Нам необходимо приложить две наши части, переднюю и заднюю сумки, сшить их с боковой частью и прикрепить молнию. Осталось самое сложное – все это соединить. Это не самое сложное. Я думаю, что самое сложное – это идея. Две детали. Сбоку у нас будет боковинка пришиваться. Так. По всему также периметру. Уже становится похоже на настоящую сумку. И сверху мы пришиваем молнию. Для того, чтобы сшить аккуратно, предварительно, мы можем защипить булавочками по всей длине. То есть сперва мы соединяем одну часть сумки с вот этой боковой стороной. Лицевая сторона к лицевой стороне. Да. То есть по изнаночной стороне мы ведем. Лицевая у нас оказывается внутри. И так по всему периметру. А вторую мы прикладываем с другой стороны. Тоже лицевой стороной, да? Да. Также лицевой стороной вовнутрь. Закрепляем булавками. И когда мы выворачиваем, у нас получается вот такая боковая часть. Все аккуратно и не видно никаких швов. И теперь пару слов о том, как ты вшивала молнию. По-моему, это самое сложное. Молнию вшивать не так сложно, как кажется. Для того, чтобы вшить молнию, нам необходимы две полосы, которые мы уже предварительно подготовили. Нам необходима молния. И нам необходимы полосы пристрочить с двух сторон от молнии. Вот таким образом. И получается, что у нас молния аккуратно вшита. А сделали мы всего две строчки. Верно. И из-под нашего ремешка, что мы сделали с ним? Вот такие вот петельки. Когда мы пристрачиваем нашу молнию к задней части нашей сумочки, мы также оставляем там место для петелек, за которые можно потом прикрепить ручки. Я выбрала ручки из ленты. Они достаточно плотные. И также они разноцветные и оживляют нашу сумочку. Она у нас сумочка на небольшой ручке. Класс. Вот здесь под рукой. Сегодня мы научились делать сумку из джинсов, которая подойдет как женщинам, так и мужчинам. Кстати, ее легко можно превратить в рюкзак для ребенка. Как сделать еще несколько видов сумок своими руками, узнайте на нашем сайте. В последнее время я просто боюсь заходить в супермаркет. Знаете почему? Захожу, чтобы купить вот такой апельсин, а выхожу с такой тележкой продуктов. Мне кажется, здесь есть какой-то подвох. Разобраться с этим раз и навсегда я пригласила моего друга, нашего финансового консультанта Валерия Стримчика. Валера, здравствуй. Рада видеть, потому что знаю, что ты мне точно поможешь. Куда деваются мои деньги в супермаркете? Знакомая картинка, да? С двумя пакетами, ничего себе, я за хлебом сходила. И расстроенная. И ползарплаты. Да. Это кому-то еще интересно? Да. Как дружно мы отвечаем. Вам знакома эта картинка? Древняя Греция, остров Крит, Минотавр, страшное чудище, которое требует жизни людей. И туда люди заходят. В лабиринт. В лабиринт. И пропадают там. Как я в супермаркете. Да. И только один герой, Тесей, смог победить Минотавра. И как он это сделал? Благодаря GPS-навигатору. Красавица Ариадна дала ему клубочек, благодаря которому он смог найти чудище, победить его и самое главное, выбраться назад. Сейчас не нужно ехать в Грецию, чтобы испытать себя. Сегодня лабиринты выглядят по-другому. А это вам знакомо? У каждого под домом есть маленький лабиринт. Итак, здесь не один подвох, здесь четыре подвоха. Будем рисовать? Давай, по порядку. Будем рисовать. Итак, первое, что нужно знать. Знать, зачем нам нужно экономить. Самый важный секрет. Второе. Знать подвох номер один. Знать подвох номер два. Четвертое. Знать подвох номер три? Нет. Умножать свою силу. Вам интересны эти подвохи и зачем? Ну тогда поехали. Итак, первое, что нужно знать. Зачем нам экономить? Вот наши доходы и вот наши расходы. И наша задача, если мы идем туда, это увеличить вот эту дельту. Какая дельта, Валер? Разница между тем, что ты заработала и тем, что ты потратила. А, понятно. Знаете, для чего дельта нужна вот эта, сбереженная? Потому что у тебя мечта есть, Надюша? А у вас есть мечта? Да. Сегодня мы поговорим, как увеличивать дельту за счет похода в лабиринт. Итак, поехали. Теперь подвох номер один. Т равняется два и пять доллара в минуту. Это главный секрет лабиринта. Лабиринта, каждую минуту, которую вы проводите в этом лабиринте, вы тратите два с половиной доллара в своей жизни. Ого! Чем дольше ты в нем находишься, тем больше жизни ты там оставляешь. Значит, быстро ходить по супермаркету. А вот это уже пошли. Раскрутка секрета номер один. Давай. Интересно? Да. Итак, первое правило, это ходить не каждый день, а раз в неделю туда. Реже ходишь, меньше тратишь. Второе правило называется список. Посмотрите, как устроен магазинчик этот. Вот здесь стоят маленькие минотавры. Здесь он стоит в виде человека, который расставляет товар. Тележки с товаром. Заметили? Да. Для чего? Как бы случайно. Для того, чтобы ты задержался там. Что ты хочешь в магазине купить? Хлеб, колбасу и кофе. А теперь посмотри, где в лабиринте находится хлеб? Вот хлебный отдел. Где колбаса? Колбаса вот. А где кофе? А кофе вот я сразу увидела. А почему их не вместе ставят? Наверное, чтобы Т было больше. Аплодисменты, Надюш. Нужные, обычно, товары находятся в разных концах супермаркета. Вы обратили на это внимание? Да. И поэтому первое правило. Список. Перед тем, как туда идти, пиши список. Если ты идешь туда, дай себе время и маршрут. Вход. Зашел в ход. Сначала куда? Хлеб, колбаса, кофе и текать. Маршрут и время. Перед тем, как туда войти. А если я впервые в супермаркете? А если ты впервые, то делаешь четвертые. У тебя есть список. Смотрим не на полки, а на вывески. Ты заходишь, что тебе надо? Хлеб. Смотрим, куда вверху, где у нас хлеб. Идем туда. И так вот и смотрим. Дошли до хлеба, смотрим на полочку. На полочке смотрим. Пятое. Не перед носом, а выше и ниже. Там всегда дешевле. Самое дорогое перед носом. Не прямо, а выше и ниже. Следующее. Если список небольшой, не тележка, а корзинка. Во-первых, не застрянешь в пробке. Во-вторых, меньше наберешь. Не тележка, а корзинка. Седьмой секрет. Рано или поздно вы доберетесь до кассы. Ну, конечно. Не скучайте на кассе. Что это значит? Вы заметили, сколько там товара находится на кассе? И всегда там очередь есть. И поэтому не надо скучать. Телефон достаешь и разговариваешь с подругой. Восьмое. Проверьте чек. Там может быть не одна, а два количества. Даже не заметишь. Там может быть не этот код, а этот код. Потом только заметишь. И запомните. Цена на прилавке может отличаться от цене в чека. И почему-то только в одну сторону. Вы имеете право покупать по цене, которая на ценнике. Просто потребует. Девятое. Записывайте свои расходы. Пришел с магазина, достал чек. Нижнюю циферку запишите. Личный опыт. В первый же месяц, когда мы с женой начали работать по вот этим правилам, в первый же месяц семья из четырех человек. Мы до этого записывали расходы. Разница 792 гривны. Ого. Вдумайтесь. Это примерно 100 долларов в моей жизни. А в год на 12. Сколько лет мы не задумываемся, отдаем свою жизнь Минотавру? Покупаем сколько лет? Ну, пускай 40 лет мы покупаем. Там мама покупала. И сколько получается? 1200 умноженное на 40. Это 50 с чем-то тысяч долларов. Спасибо, дорогие. Вы щедрые. И последнее. Называется делитесь. Что это значит? У вас есть подруги? Да. Сегодня вот эти подвохи расскажите им. Позаботьтесь, чтобы ихняя дельта стала больше. И ваша дельта станет больше. Делитесь. Ну, а о подвохе номер два – это как нас в магазине немножко иногда обманывают. Об этом есть целая отдельная передача. И мы обязательно встретимся для того, чтобы и этот важный вопрос тоже обсудить. Спасибо тебе, Валера. Теперь мы точно знаем, на какие уловки нельзя поддаваться в супермаркете. А значит, сумеем и товар нужный приобрести, и сэкономить. И все будет добре. Вы, конечно, помните нашу сегодняшнюю гостью Викторию, которая, как и многие женщины, недовольна так называемым спасательным кругом – жирком в районе живота и бедер. Наш эксперт-стилист Рома Медный взялся помочь Виктории и уже готов порадовать нас прекрасным результатом. Я права? Да, я, как всегда, начал и не мог остановиться. В итоге мы немножечко сменили стрижку и сменили макияж. Ну, есть такие особенности у работы стилистов. Если начинаешь работать, хочется сделать, чтобы все было красиво. Но принципиально важно в результате, что мы обошлись без жестких тканей, мы обошлись без утягивающего белья, и при этом Виктория визуально даже немножечко похудела. То есть ты придерживался всех тех правил, которым нас научил? Да. Давай посмотрим, что получилось? Я готов. Вам интересно? И мне очень интересно. Тогда давайте встречать Викторию. Идите к нам, пожалуйста. Вика, неужели это правда ты? Очень похорошего. Пожалуйста, присоединяйся. Слушай, ну, результат, я бы сказала, сногсшибательный. Я Вику просто не узнаю. Здорово. Вы уже видели себя в зеркале? Нет. Интересно увидеть? Готовы? Да? А мы поддержим Викторию. Давайте тогда сейчас вперед. Ну как вам? Очень красиво. Молодая стройная девушка смотрит на себя в зеркало. Кто говорил о жирке вокруг живота? Даже не помню. Хорошо, Вика. Ты даже немного растеряна, по-моему. Как тебе результат? Обалдеть. Мне понравилось все. В первую очередь, что не видно моего лишнего веса. К чему мы, собственно, и стремились. Исчез этот спасательный круг. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя дорогая, все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Слезы радости. АПЛОДИСМЕНТЫ Ром, ну ты просто растрогал нас до слез. АПЛОДИСМЕНТЫ Для женщин после 35, чтобы выглядеть свежее, принципиально важно иметь порядок в волосах. Если у вас не идеально прямые блестящие волосы, либо завивайте их немного, либо оформляйте их в локоны. Это выглядит намного аккуратнее, намного свежее, намного чище. Обратите внимание на брюки. Есть такой миф, что укороченные брюки визуально укорачивают ногу. Но обратите внимание, как сделали мы здесь. Мы сочетаем укороченные брюки с туфлями с максимально открытым подъемом. И вот это сочетание дает, наоборот, стройнящий, вытягивающий эффект. И обратите внимание на блузу. Она насыщенного яркого цвета, она с пестрой раскраской, полупрозрачной. И вот эта прозрачность, эта летящая ткань создает оптически стройнящий эффект. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Рома! Твои действенные советы просто спасительны. Когда дело касается спасательного круга, он нам теперь точно не грозит. И все будет добре! И все будет добре! И все будет добре! Я хочу все! Наступного понеделка в шоу «Все будет добре»! Какие продукты заборонено есть, если мы ходим в спортзал? Расскажет Анита Луценко. С изюмом-то что не так? Изюм тоже очень сильно калорийный. Вы узнаете, какой рецепт Эктора врятувал его коканье? Я готовил дома макина, и какой всердитой она не была, сразу начинала усмехаться. Потом, какой запах имеют небезопасные горщики для детей? Знает Федди Ритико. Как игрушку, так и горшок выбираю, понюхайте. Дивите наступного понеделка. Только в шоу «Все будет добре»! Настиме!